В Дмитриевской школе состоялось увлекательное событие, в котором участвовал молодежный клуб дебаты. В этом мероприятии принимали участие представители всех первичных отделений Кашхабльского района и стало отличной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и развития ораторских навыков среди молодежи. Представители всех школ выбирают свою позицию, да или нет, и начинают защищать. Суть дебатов заключается в том, чтобы поднять социально значимые и более волнующие вопросы, чтобы дети слышали, знали, как это можно решить, как можно это преодолеть. И я думаю, это хороший опыт для детей, которые никогда не участвовали в таких мероприятиях, проявить себя, проявить свои такие качества, аргументировать и научиться, мне кажется, слушать и слушать. Темы дебатов охватывали широкий спектр вопросов, касающихся учебного процесса и социальной жизни. Участники обсуждали необходимость запрета домашней работы, сравнивали домашнее обучение с традиционным, рассматривали экологические инициативы, такие как запрет пластиковых пакетов и обсуждали роль родителей в выборе карьеры для своих детей. Каждая тема вызывала живой интерес и активные споры. Первонаперво хочется сказать, что домашняя работа занимает очень много времени и сокращает время предпровождения рядом с близкими и дорогими людьми, с друзьями или семьей, что в некоторой степени ограничивает свободу ребенка и, к сожалению, замыкает его. Негативно влияет на здоровье ученика. Мы не по-насушке знаем то, что многим ученикам, даже по себе, приходится допознать делать домашнее задание, что негативно влияет на здоровье ученика и, естественно, при пониженном здоровье, при укушенном здоровье сам процесс обучения также идет хуже. Наша команда, соответственно, придерживает сомнения, что домашняя работа для школьников необходима. Выполняет домашнее задание. Ребенок повторяет пройденное в классе. Тренируется и, если чего-то не до конца понял, имеет возможность разобраться в этом, спросив у родителей или одноклассников. По итогам дебатов призовые места распределились следующим образом. Первое место заняла команда дебоширы из школы номер 10 хутора Игнатьевский. Второе место досталось команде «Вольные люди» из Вольнинской школы. А третье место заняла команда «Правда» Дмитриевского общеобразовательного учреждения. Молодежный клуб дебаты был организован в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи, молодежи России» национального проекта образования в сотрудничестве с Комитетом Республики Адыгея по делам молодежи.